Один из главных принципов работы Полиметалла – социальная ответственность перед населением тех территорий, на которых компания осуществляет свою деятельность. Это касается и поддержки коренных малочисленных народов Севера. Итоги выполнения ранее подписанного соглашения и рассмотрения новых проектов для включения в новое соглашение ежегодно рассматриваются на консультативном совете. Полиметал преследует, помогая коренным малочисленным народам Севера. Первое – это сохранение национальной культуры, сохранение народных промыслов, сохранение национальной самоидентификации. Ну то есть то, что, к сожалению, уходит. Компания Полиметалл оказывает финансовую поддержку Ассоциации коренных малочисленных народов Севера уже не первый год. Например, в прошлом году была оказана помощь в развитии этнографического музея в селе Джуен. Ансамбли Сиун и Тасима приняли участие в пятом международном фестивале народной музыки. Для села Ачан был приобретен детский игровой комплекс. Дети действительно почувствовали, что они ничем не отличаются, то что из далеких отдаленных сел они ничем не отличаются от живущих в городе, потому как там те же игровые площадки, те же городок, качели. Благодаря поддержке золотодобытчиков развиваются в районе и национальные виды спорта. Причем теперь наши спортсмены выделяются на фоне соперников. И то, что вот даже дети у нас выходят на спортивных соревнованиях, краевых, единой форме, с эмблемой компании «Полиметалл», где написано и символика Амурского района, и на Найске узоры, я думаю, что это, конечно, сразу выделяется. Потому что принимают участие 12 районов, Амурский район сразу выделяется. В 2013 году сотрудничество продолжится. Во время круглого стола представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера представили проекты-претенденты на включение в новое соглашение. Это и проведение турниров по национальным видам спорта на протяжении всего года, участие творческих коллективов района в международном фестивале «Живая нить времен» и создание русско-нанайского разговорника. Всего 12 культурных и образовательных программ. Какие именно проекты войдут в соглашение на 2013 год, станет известно после оценки эффективности каждого из них. В итоге будут выбраны те, которые помогут сохранить уникальный этнос на Дальнем Востоке.